Вечером 10 сентября в подсобном помещении здания общежития Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического техникума из-за короткого замыкания в бойлере произошло возгорание. Кадет Руслан Яковлев в это время находился в комнате общежития на втором этаже. Услышал то, что была сигнализация. Я взял все самые важные вещи, которые мне нужны, и взял с собой ведро с водой, чтобы разобраться, что есть. Потому что когда я вышел, я увидел черный дым. Кроме Руслана не растерялись еще трое ребят, которые находились в общежитии. Дмитрий Масольд, Владислав Павленко и Сергей Тимошенко. Мы сразу поняли, что нам нужно делать, и сразу начали стучаться во все комнаты, на всякий случай, потому что, возможно, некоторые люди любят слушать музыку, они могут слушать наушники, также колонки, и не услышать, что произошло. Поэтому мы начали стучать в разные комнаты, чтобы люди выбегали, если они не слышали. Четверо кадетов пытались не дать распространиться огню, используя огнетушители и воду. Мы четвером начали пытаться как-то потушить пожар, все, что было в наших силах. Потом, через три минуты, комендант Людмила Ивановна вызвала службу пожарной безопасности. Она приехала через пять минут. Александр Сергеевич в то же время прибежал через три минуты. Три-пять минут где-то в таком интервале времени. Когда он прибежал, он дал распоряжение, чтобы все строились и почитали людей, кто есть. Чтобы для того, чтобы точно понять, все люди вышли из общежития или нет. Здесь Руслан Яковлев говорит об исполняющем обязанности директора техникума Александре Авраменко, четкие действия которого в этой ситуации оказались единственно верными. В связи с пожарными приехали скорая помощь и спасатели. Нас в четверых потом забрали в скорую помощь. Мы там отличились. И на следующий день все завершилось. Все. И все разъехались по домам. Как признался Руслан, было страшно, но больше именно за других людей. Сегодня состоялось награждение мужественных кадетов. И специально для этого из областного управления МЧС прибыл начальник надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Устин. Награждается Тимошенко Сергей Геннадьевич. Награждается Руслан Викторович. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо. Спасибо огромное. И до этого.